привет шиноманы и шиномены сейчас у экранов должна быть моя любимая аудитория которую словами зима близко не напугаешь у них полноприводные тачки месить снег для них забава они видят зиму и говорят ей слышь сюда иди короче сегодня мы смотрим топ 15 зимних шипованных шин для кроссоверов и внедорожников сезона зима 2019 я покажу вам результаты голосования которые провел магазин четыре точки шины выбраны юзерами так что чарт зрительский поехали хвост списка 15 место и шины кармаран suv стат это место у нас не бывает лакшери галерка пахнет просто и присыпаны шелухой отсемок здесь как правило шины из нижнего ценового сегмента соответствующий внедорожник представить довольно просто он либо покинул конвейер предприятия вас газ или уаз либо прошел длинный путь к нашим границам и немало повидал лихо за свою долгую иномарочную жизнь а бывать такое чудо в девятку хакопелита который одна стоит как четверть автомобиля вряд ли целесообразно но пробиться в наш чарт и закрепиться в нем не так просто поэтому внимательно смотрим на эту ударную группу в них определенно что то есть в шинах кармаран например есть мишлен он скрыт за другими надписями на боковинах его не вспоминают в рекламных буклетах и ценники на кармаран скажем так не мишленовский но он есть мишлен владеет предприятием тигар в сербии которая производит шины кармаран для восточной европы владеет ну и поддерживает чем может сырьем технологиями примерно такая же история была в свое время со шкодой которую из подволь поддерживал volkswagen поддерживал поддерживал и да поддерживался жесткой конкуренции впрочем пока особых щедрот со стороны мишлена в случае с шиной кармаран с и вистат я лично не наблюдаю крупная шашка протектора зубастый но не бог весь какой дизайнерский рисунок протектора шипы про которые нет никаких развернутых описаний через слово только крепкое жесткое усиленно мишлен сделал своей на фирменной фишкой долгий срок эксплуатации шин если вам этого уже достаточно хватайте кармаран с ю и стат пока не подорожало не подорожает наверное 14 место у славянской компании matador и реинкарнированный в matador некогда мега популярные шины гиславет nord frost ее ребрендили в matador mp30 sibir ice 2 suv это было бы нечестно словенцы все понимают поэтому они доработали знаменитый nord frost напильником рисунок протектора остался тот же но слегка прошел оптимизацию после масштабных компьютерных симуляций ему изменили нарезку ламелей у matador mp30 sibir ice 2 suv ламели изогнутые и прямые вместе в одной шашке протектора компьютер сосчитал что так будет гораздо лучше зацеп под действием боковых сил и прочность всего каркаса шины не пострадает а даже наоборот шипы легкие алюминиевые с твердосплавным сердечником двухфланцевые чтобы сидеть в своем гнезде до победного в общем все за что мы любили гиславет nord frost только теперь под новым соусом и с приправами от matador 13 место у корейской сборной по шиномейкерству кума маршал они заявили что построили спортивную зимнюю шину маршал айзен rv стад кейси 16 и похоже загремели под фанфары аж на тринадцатую ступень пьедестала в нашем зрительском чарте сдается мне вы не верите да в маркетинговые фокусы и в деда мороза тоже до кума не пирелли и не мишлен на лаврах гоночных успехов заехать на первое место им пока не дано особенно когда говоришь про гражданское шипованы спортивное нечто прикол в том что корейские парни даже не парятся чтобы убедить нас в особенной конструкции их шипа или феноменальных гребучих свойствах зубастых боковин протектором маршал айзен rv стад спорт в виде спорта чтобы гонять по дорогам как летом смотрите центральное ребро айзен rv стад для устойчивости вкворот три прямые две зигзагообразные канавки это для оптимального дренажа чтобы улучшить управление и сцепление на мокрой дороге 5 широких продольных зигзагообразных канавок выводят снежную шубу и воду из-под колес снижают риск аквапланирования и улучшают управляемость и сцепление на мокрых дорогах в общем встретите в городе внедорожник на маршал айзен rv стад держитесь от него подальше за рулем хэмильтон не меньше место номер 12 шина ханкук айпайк rv номер 11 еще одна корейская шина для неспокойной неразмеренной неэкономичной нелегальные местами езды по зимним дорогам нездоровую тенденцию чувствую я джедаи не зима а этап формулы 1 судя по вашему голосованию корейский ханкук айпайк и у него тоже рисунок с заявкой на спортивность ярко выражена v-образный протектор с широкими вода снега грязи отводными канавками инженеры сделали айпайку хитрые блоки протектора блоки где-то разрезаны волнистыми ламелями а где-то ступенчатыми каждый ламели здесь строго отведенная просчитанной на математических моделях место и степень свободы тогда в нужном направлении под действием боковых сил вся система твердеет у фрикционных шин обычно такие проблемы с твердостью конструкции но шипованное колесо довести до таких сложностей можно только сознательно чего-то добиваясь чего спортивности что-то она не особо популярна среди вас глядя на 12 место всего лишь одиннадцатое место чарта и еще один корейский аутсайдер маршал винтер крафт с юви айс ws 31 honeycomb это то что должно заводить с полоборота пчеловодов с инглиша переводится как пчелиные соты honeycomb ламели меда не дают в шиностроении жесткость пчелиных шестигранников яростно эксплуатируется для добычи твердости каркаса шины бренд маршал например громко гордится своими honeycomb ламелями которые в плечевой зоне винтер крафт с юви айс нарезаны строго поперек движения а в средней части наискосок и перекрестно по мнению инженеров компании кума только такая комбинация дает шине для полноприводных автомобилей самый полный букет позитивных качеств шина и гребет в снегу и в поворотах на сухом асфальте вваливает как формульный слик возражать не берусь гребет вваливает от себя добавлю еще что ошибовка винтер крафт ю с юви а из 20 рядов это сила но выгрести даже в первую десятку зрительского чарта шин маршалу увы это не помогло а кому помогло а nokia nordman 7 с юви что-то помогло занять десятое место и сейчас мы попробуем их раскусить хотя ну что там кусать то они же бессовестно скопировали себя же вы узнаете рисунок протектора nordman 7 с юви это же хакапелита семерка и финны дерзко заявляют nordman 7 как новое цепкое колоссальное износостойкое бла-бла-бла зимнее колесо для суровых условий новое понятно реальные обновы nordman система посадки каждого шипа которую финны снова перетянули со своих и капелиты но уже восьмерки под каждым шипом в резину варена мягкая амортизирующая подушечка и кастом плюс технология удержания шипа в вертикальном положении bear клоу медвежий коготь той же восьмерки или девятки хакапелита каждый шип сидит дизайнерски оформленном гнезде это звериная лапа с перерисованными когтями в пятки шипа в подушечках каплевидные углубления air клоу они реально работают как подушечки кошачьи лапы смягчая касание шипа с дорогой попутно air клоу снижают вибрации от шипов и шум разумеется все происходит абсолютно по-новому девятое место гисловед nord frost 200 с ю в здесь история про то как иногда полезно продаться кому-то большому и сильному лет 20 назад немецкая компания continental завладела контрольным пакетом акций гисловед кому от этого плохо никому nord frost 200 от гисловед щеголяет континенталевским протектором conti ice contact шины которые когда-то отхватила в независимых тестах сразу несколько больших призов а потом ушла в запас чтобы обеспечить равномерный зацеп во всех направлениях инженеры развернули часть блоков протектора и придали им сложную многоугольную форму количество режущих лед кромок значительно увеличилась их потребовалось скрепить где брать скрепы гисловед практикует ступенчатую нарезку ламелей это что-то новенькое тому старому континенталю не свойственное как и синусоидальный рисунок нарезки ламелей на наружной стороне это существенно улучшило управляемость на льду и снегу и повысила износоустойчивость шины гисловед nord frost 200 ну и шип трай старт трижды звезда восьмая позиция у якохама айсгард стат айджи 55 стоило только подумать куда это подевались японцы со своими шинами они тут как и с 55 айджи которые мне очень понравилось на зимних тестах норвегии прошлой зимой причем сравнивали ее с абсолютной новинкой этой зимы якохамой айсгард айджи 65 то есть мне понравились обе шины а 55 так хороша что я бы ее с прилавков не убирал она может и чуть резче в реакциях чем новая но на мой личный вкус это даже интереснее от новинки ее отличить довольно просто айджи 55 берет классическим подходом и выглядит проще протектор направленные симметричные сплошное центральное ребро для повышения скоростных характеристик ламели трехмерные и как сегодня принято сами запираются при определенных нагрузках формируя жесткий блок все довольно обыденно включая знаменитый якохамовский белый гель в составе резиновой смеси но все это вместе очень круто работает круче даже чем у тех свежих шин конкурентов которые нам довелось покатать в норвегии вместе с якохамой я вот за такую обыденность за правильное седьмое место у шины которые я теоретически должен присвоить первое ну просто потому что всю прошлую зиму я откатал на гудьер ультра грипп ice arctic suv и остался полностью доволен зацепом и комфортом единственный заметный косяк шин гудьер ультра грипп ice arctic suv отсутствие в их модельном ряду типоразмеров подходящих для mazda cx5 впрочем и nokian которые стояли на моей машине позапрошлой зимой были нестандартам по аналогичной причине видимо дело в мазде и так что такого в шинах гудьера ice arctic что я на них соблазнился шип multi control ice протектор с агрессивным рисунком направленность в общем все и ничего сразу мне можно долго рассказывать про уникальность треугольного шипа с хитро вымудренной многозадачной твердосплавной вставкой мурашки у меня по спине не побегут но у меня была возможность неделю катать эти шины на зимнем полигоне гудьер в швеции в компании самых крутых шин конкурентов на тот момент и самые приятные мурашки не от страха драйверского удовольствия словил от гудьеровских ультра грипп ice arctic suv с ними было понятнее спокойнее и легче вваливать на audi q5 по шведскому льду ну а теперь вваливать на cx5 по нашим нечищенным зимним улицам вот и все вот и секрет шестая позицию бридж тонн близок спайк 02 с юви сами японцы говорят что бридж тонн близок спайк 02 это суть переработанная конструкция спайка первого с целью повысить держак причем что новое держак не самой шины на крутой обледенелой дуги одержак собственных шипов в теле шины другими словами бридж нацелился на существенное повышение износа стойкости своей продукции видимо лавры мишлена не дают покоя проблему скорой потери шипов должен решить расширенный овальный фланец это раз изменилась изменились состав компаунды и форму шашек протектора в местах установки шипов это 2 у шипа теперь квадратная обойма чтобы не вертелся в своем гнезде как первоклассник а твердосплавная вставка сердечник теперь перечеркивает шип строго поперек планкой скребком со скругленными концами это 3 новая ориентация зубов должна улучшить разгонно тормозные характеристики бриджстоун близок спайк 02 на льду и укатанном снегу и v-образный дизайн шины допиленный на математических моделях все должно сделать нас потребителей счастливее но это как я понимаю из результатов голосования не точно а вот и упомянутая мной в суе новейшие к хама а из гард статай g65 на пятой строчке нашего чарта чему я в общем-то рад потому что смотрим сказанное мной чуть ранее это шина очень мне понравилось при нашей очной встречи прошлой зимой не беру на веру что все представленные ей в соперники шины конкуренты были в лучшей для себя форме но и к хама навезла на ледяном норвежском треке всем довольно наглядно и по многу у ай g65 совершенно новый шип с тугоплавким жалом по форме напоминающим восьмерку он ориентирован по ходу движения своей широкой частью опирается на большую пятку многоугольного фланца и теперь таких шипов в шине 16 размера 172 штуки в 20 рядов инженеры добавили шипы туда где их в ай g раньше не было в центральную часть протектора то есть тренд шпиговать шины шипами по самые здрасте запущенный nokia несколько зим назад живет и процветает резиновый компаунд новые шины спецы якохама напичкали микросиликой и насытили апельсиновым маслом улучшив и без того хорошие показатели ай g на мокром покрытии но меня больше впечатлили показатели на супер скользком полированном льду там все конкуренты скользили как коровы на льду кроме разумеется йога четвертое место чарта итальянской пирелли айс зеро та самая ледяная нулевка на вполне раллийных шипах dual stat шип двойной как ясно из названия внешняя оболочка легкий металл а внутри удлиненный сердечник из карбида вольфрама каждая часть шипа решает свои задачи по-своему оболочка крепко держится в резиновой массе протектора за счет своей граненой ориентированной формы и широкой ножки а тугоплавкой жало шипа вгрызается в лед множеством разнонаправленных граней там снова разделение обязанностей какая грань кого грызет и как передняя кромка тугоплавкой вставки отвечает за торможение ковшеобразная задняя часть за быстрый старт скошенные боковые грани включаются в работу под воздействием боковых сил и обеспечивают колесу устойчивость на курсе в общем иерархия непростая и поскольку шина конструкции самой пирелли легко представить что спорт в ней есть и все эти ухищрения с дуал стад не чтобы повысить энтропию вселенной а чтобы натурально запулить ваш джип со старта и космос вот и тройка лидеров для тех кто сразу смотал сюда видео вкратце скажу что практически все что мы тут долго рассматривали было не michelin а вот теперь michelin latitude x-size north 2 плюс на третьем месте чарта направленная симметричная внедорожная шина шипованная шипами с креплениями катамаран предположу что не все в шинном мире знакомы с морской тематике не все знают что значит слово катамаран и кто-то возможно думать что катамаран это якорь ну нет конечно но переименовывать поздно тем более тут такой успех но давайте лучше о резине поговорим мне кажется в случае с michelin это особенное нечто резиновая смесь термо актив тренд компаунд от michelin так что лежит в глубинном слое шины x-size north 2 плюс и на которую опираются шипы она трансформер при низких температурах смесь дубеет предоставляя шипом жесткую опору чтобы они торчали как надо и вгрызались в снег и лед если же приходится ехать в оттепель по голому асфальту смесь термо актив тренд компаунд расслабляет хватку и шипы тонут в протекторе под действием веса автомобиля не повреждая дорожное полотно имеет такую прелесть в арсенале как вы думаете удержались французы от соблазна нашпиговать свою шину от души шипами с креплением типа катамаран битом целый фло вторая строчка чарта у немецкой continental ice contact 2 с ю в контики делают самые компанейские шины вы заметили контактные что не шина по контакт или ice contact как в нашем случае двоечка привлекла мое внимание второе поколение и я даже догадался чем она может отличаться от первого думаю вы тоже сможете правильно шипов стало больше намного больше continental тоже умеет считать шипы в шинах конкурентов и сопоставлять их количество с количеством полученных премий в разных независимых тестах соотношение скажем так прямо пропорциональное получается вот они и взяли свои ice contact на доработку до ошибку и до пересчитывания всего и вся на математических моделях итог появления на свет шипа который нарекал какой-то заика уникальный шип continental называется кристалл дабл бит и он действительно крут новый шип стал меньше и намного легче на целых 25 процентов легких шипов по новым европейским нормам можно напихать в протектор больше и continental на 50 процентов больше и вставляет в ice contact 2 с ю в что в таких случаях происходят с тормозами с тормозными и разгонными свойствами шины на льду правильно они волшебным образом улучшаются вот и вся магия нет не вся каждый шип кристалл дабл покрывать специальным заколдованным средством и вплавляет в протектор навсегда вот теперь все и шинованы хотя бы изобразите удивление пожалуйста когда я оглашу имя победителя чарта зимние шипованные шины для внедорожников сезона зима 2019 им становится становится да чё там nokian это ребята хакапелита 9 с ю и та самая девятка из-за которой финны уже не знают куда им девать призы и награды за лучшие то великолепное сё говорят в штаб-квартире nokian есть идея открыть что-то типа музея поля чудес они даже делегацию снаряжают к якубовичу по обмену опытом а что и правильно я считаю справедливо nokian 1 насажала кучу шипов в отдельно взятую шину и не нарушила при этом закон nokian 1 применила спортивную технологию двойной шиповки для гражданского колеса nokian 1 зашиповала центральную часть протектора в конце концов центральной части протектора и капелита 9 шипы с восьмиугольной твердосплавной вставкой для лучшего разгона торможения в плечевых зонах шипы с зубом треугольной формы для лучшей управляемости в поворотах они это сделали первыми а потом много кто повторил и немалого добился даже в нашем чарте кстати так что браво nokian а у меня все это не последний чарт по шинам сезона зима 2019 если пройдете по ссылкам найдете наши топ-15 по внедорожным фрикционкам и по легковым зимним шинам обоих типов так что дерзайте и помните зима близко мы готовы встречи до зима слышь сюда иди пока а